Всем пламенный привет! Однажды мы уже летали на противотанковом ЛАГе, но с тех пор прошло довольно много времени. Да и машина немного изменилась, причем в лучшую сторону. ЛАГ-334 обзавелся внушительным боекомплектом H-36 снарядов к 37-мм пушке NS-37. Благодаря этому в бою уже не приходится оплакивать каждый выпущенный снаряд. Отпадает необходимость выходить из боя и лететь на аэродром за пополнением боекомплекта. В совместных боях картина аналогична. Если над головой кружит такой ЛАГ, знай, улетит он теперь не скоро. Замечу, что это не первый ЛАГ с 37-мм пушкой. Была пушка Ш-37, но она не очень устраивала военных. В итоге появилась NS-37, она была к тому же еще и легче. И вот она-то уже отлично встала на ЛАГ и себя очень даже хорошо показала. Ну а после этого, разумеется, ее захотели поставить и на другие аппараты. Такие как Як-9 и Ил-2. Безусловно, машины, вооруженные этой пушкой, представляли огромную опасность как для бронетехники противника, так и для самолетов. Но по большому счету, именно после применения по самолетам противника, тот же самый Як-9Т себя прославил, и пилоты полюбили такое крупнокалиберное вооружение. Традиционно, более подробную информацию можно найти самостоятельно, но мы с вами переходим к характеристикам. Ну и так, скорость у земли всего лишь 486 км в час. С одной стороны, маловато будет, с другой стороны, все-таки бр у нас 2,7, если мы попадаем низко, то с этой скоростью мы вполне неплохо себя там чувствуем. Флаттер у машины примерно 660 км в час, и вот, конечно же, он печалит, если ты забрался в итоге наверх. Но все твои союзники погибли, и вот уже толпа неприятелей близится к тебе, то тут уж практически нет шансов выжить. Спекировать не получится, поскольку Флаттер куда-то улететь, скрыться мгновенно от вражин тоже не получится. В общем-то, остается принимать бой, но тут тоже есть свои проблемы. Замечу, что на скорости 660 машина очень плохо выходит из спекирования, так что здесь, конечно же, нужно быть крайне осмотрительным. Ну и, в принципе, машина на довольно высоких скоростях, более 470-450 км в час, она уже выходит с спекирования не так хорошо, как хотелось бы. Нагрузка у нас точно такая же, 660 км в час, можно маневрировать, не боясь потерять запчасти. Переходим к маневренности. Она у нас несколько подкачала, если у нас скорость слишком высокая, либо, наоборот, слишком низкая, вот самолет себя не очень хорошо показывает. Но, если держать какую-то такую среднюю скорость и при этом пользоваться закрылками, машина, в принципе, где-то виток-полтора может себя показать. И, в общем-то, вы можете вступить в маневренный бой и добиться каких-то успехов. Но, если не получилось быстренько срезать противника и вы растеряли вот уже совсем всю скорость, готовьтесь, очень скоро вас сожрут. При том, что динамики у нас практически нет, уйти при этом будет, ну, нереально, либо почти нереально. Скорободъемность аналогично слабенькая и нам жизненно важно набирать высоту в сторонке, ни в коем случае не по прямой. Иначе вас сразу же начнут принимать, ну, и вы мало что сможете сделать. Если машина окажется выше всех остальных, то вот здесь уже появляются шансы потихонечку прижать противника к земле, ну, и дальше его уничтожать. Скорость крена у нас довольно хорошая. В бою получается неплохо крутить бочки, пропускать противника. Тут замечаний нет. Переходим к закрылкам. Боевые имеют ограничения примерно 435 километров в час. Очень даже хорошо. Остается заметить, что не только в бою можно использовать, ну, непосредственно, скажем, пытаясь виражить самолетами противника, но их также можно использовать как тормоз. Видите, что набираете слишком большую скорость, убираете газ, выпускаете закрылки, но постоянно контролируете показатель скорости. Если превысите, оторвет, ну и дальше уже ни о каких маневрах речи не может быть. Взлетные не сильно уступают боевым. Там ограничение примерно 410 километров в час. Тоже пользуйтесь, не забывайте, маневренность при этом станет еще лучше. Ну, а вот посадочные не стоит трогать. 275 километров в час примерно ограничение у них. Ну, и, соответственно, в бою мы практически ими не пользуемся. Переходим к вооружению. У нас стоит одна 37-мм пушка НС-37. Как я уже говорил ранее, боекомплект шикарный, 36 снарядов. То есть теперь можно в бою себя хорошо показать. И даже если стрельба была не совсем точной, без фрагов не останешься. К тому же у нас есть и один УБС. Там 200 патронов. В принципе, он тоже помогает. Стреляем раздельно, если то вообще все замечательно. Поскольку это экономит боекомплект и позволяет продержаться в бою намного дольше. Ну вот мы с вами и рассмотрели наш аппарат. Остается посмотреть на его плюсы и минусы. Ну и также узнать, как на нем играть. Но, во-первых, по минусам. Конечно же, там очень сильно не хватает мощного двигателя. Машина не динамичная. Не хватает скороподъемности. Скорость могла быть чуть выше. Это все имеет место быть. Но с этим ничего нельзя сделать. Точнее, можно. Тут все упирается в тактику. Конечно же, мы если климбим, то в стороночке. И ни в коем случае не светимся. Если вас заметили и к вам идут, старайтесь тащить к своим. В одиночку бой принимать совсем не стоит. Из ярких плюсов, конечно же, это вооружение. На таком БР иметь НС-37 это очень круто. Она очень неплохо аннигилирует истребители противника. И тут, в общем-то, к ней вопросов просто нет. К тому же, она очень хорошо себя показывает. В совместных боях танки расколупываются моментально. Заходить, конечно, нужно ответственно. Стараться бить в башню. Но там уж как пойдет. В любом случае, машина очень годная. Очень хорошая для совместных боев. Так что, если вы планируете что-то на начальном этапе рассмотреть подобное, я думаю, можно будет выбрать именно этот самолет. По плюсам, опять-таки, машина не греется. По крайней мере, я ее ни разу не доводил до жесткого кипения. Здесь, опять-таки, претензий к ней нет. А на этом обзор подходит к концу. Надеюсь, вам он понравился. Всем чистого неба и отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok